Тренер футбольного клуба «Алания» Заур Эдуардович Сидеев. Заур Эдуардович, поздравляем с победой и краткий комментарий по встрече, пожалуйста. Первый тайм был не очень хорош, особенно его начало. Надо отдать должное команде «Краснодар». Хорошие мальчишки, хорошо подготовленные. Но прежде всего все основывалось на тех простых ошибках, которые мы допускали в передачах. На тех моментах, где мы неправильно начинали атаку, где мы не совсем правильно развивали ее. И часто ошибались в простых ситуациях, что позволяло сопернику забирать мяч в средней части поля и реализовывать ответные атаки. Конечно, это было не по плану нашему. Мы понимали, я немножко переживал до игры, понимая то, что всякое возможно, особенно играя с молодой командой, давать пространство в этой ситуации футболистам Краснодара нельзя было, конечно. Но для этого первично нужно было хорошо владеть мячом, что у нас в принципе в первые минуты в тайме не получилось. Но после того, как мы оказались вместе в раздевалке, это самый главный момент в игре, на мой взгляд. Мы просто пообщались друг с другом, ни слова о тактике, потому что мы понимали, что здесь дело не в тактике, здесь, скорее всего, момент психологии. И мы просто, скажу честно, вспомнили, кто мы, откуда мы и вообще, что мы делаем в этом первенстве. И футболисты, слава Господу, меня хорошо поняли. Уместно ли будет сказать, что сегодня опыт победил молодость? И не только опыт. Во втором тайме правильные действия нашей команды позволили нам стать успешнее и победить этот матч убедительно. Все-таки во втором тайме, я считаю, что мы создали достаточно большое количество моментов, чтобы забить еще, а у наших ворот практически ничего не было. «Краснодар-2» – это команда, которая не ставит задачу выйти в РПЛ и занять самые высокие места. Это коллектив, который занимается обкаткой молодежи, подготовкой ее для основной команды. Какие отличия бывают в противостояниях именно с подобными коллективами? Во-первых, тот юношеский задор, который в каждом из них есть. Понятно, что они не бьются за турнирную составляющую, но в то же время команда находится в зоне вылета. Это, естественно, я всячески хочу пожелать удачи, потому что такая команда, как «Краснодар-2» во втором, скажем так, нашем эшелоне футбола должен находиться. Я всячески им желаю удачи, чтобы это свершилось. Понятно, что команда, да, абсолютно вы правы, что они готовят футболистов для своей главной команды. И, как мы видим, они делают это достаточно успешно. Потому что в таких условиях, которые сегодня создаются для этих мальчишек, ну, наверное, это здорово, да, то есть, что у нас есть в России. Академия, которая имеет самые лучшие условия для того, чтобы воспитывать игроков. И они отчасти это делают, и это очень здорово. Поэтому я надеюсь, что в целом от этого будет выигрывать весь футбол в России. Почему решили использовать первую замену уже на 30-й минуте первого тайма? «Ну, бывает иногда такое. Случается в этот момент, опять-таки, психологии. Какой-то из игроков должен был уйти из поля. Почему? Потому что у нас что-то не получалось. Но в этой ситуации очень много проблем оказалось именно на нашем правом фланге. И здесь, опять-таки, это футбол. Живые люди. Могло так случиться с Аланом. Но я с ним на коротке успел пообщаться. Надеюсь, что в следующей игре он хорошо подготовится к матчу. В принципе, он и готовился хорошо. Но просто бывает иногда такое, что игрок не попадает в игру». Вы часто меняете футболистов флангами на острие атаки. Сегодня вы поменяли Кочмазово и Коротково, если не ошибаюсь. Чем было вызвано такое решение? Ну, это по ходу эпизода случилось. Когда Кочмазов оказался в позиции крайнего защитника. Но когда правого, с другой стороны, оказался Коротков, это, в принципе, был эпизод из игры, потому что они перестраивались после стандартного положения. Насколько я помню, это не было чем-либо продиктовано. А что касается уже замены Кочмазово, то бывает такое, что футболист устает. Поэтому вышел Азамат и вышел достаточно спокойно. Успокоил игру еще больше. Добавил в плане атаки, добавил в плане тактики в атаке, что позволило, в принципе, еще дальше отдалить игру. Очередной гол со Штрафнова. Сами видели, какой он эффектный. Как долго отрабатывали именно этот розыгрыш, где Гергобиани из стенки выбегает и замыкает навесную передачу? Вы знаете, все вот эти наработки, моменты, которыми славилась и в прошлом сезоне команда, мы пытаемся что-то сохранять, что-то совершенствовать. И, в принципе, над этим ведется, конечно, определенная работа. Но здесь, в первую очередь, мастерство игроков. Ну и последний вопрос, интересующий многих. На какой стадии восстановления на данный момент находится Батрас Хадарцев? У Батраса Хадарцева, слава Господу, все происходит сейчас хорошо. С ним работает наш реабилитолог Ацамас Бураев. Я надеюсь, что уже к зимним сборам он подойдет во всеоружие. Сейчас самое главное следить за своим состоянием, то есть привести себя в норму и с точки зрения топрометрических моментов, связанных с весом и так далее, и что у него успешно получается. И я очень надеюсь, что на сборах у нас еще дополнится позиция крайнего нападающего, еще появится сильный игрок. Спасибо большое. Спасибо.